Всем привет, меня зовут Ник, я админ сайта NYX Studio Edition. Сегодня я покажу второй урок обучалки о создании видеокомикса в стиле Max Payne. И для этого нам нужен Adobe Photoshop. Для начала вообще объясню смысл этого урока. Мы создаем видеокомикс. Это вторая часть создания видеокомикса. То есть первая часть у нас была создание фоток в стиле Max Payne, а сейчас мы делаем как бы фотокомикс. То есть нам надо сделать отдельные кадры для видеокомикса. Но все равно нам нужен Photoshop, и мы создаем новый документ. И примерно разрешение 1200 на, допустим, 900 создали. Это будет наш основной кадр. Мы заливаем его темным цветом. Для этого нам нужен инструмент заливки. Залили в черный цвет. Ну, можем, конечно, отключить видимость. Потому что, чтобы нам поставить наши комиксные вставки, нам нужно все-таки видеть, где они кончаются, где начинаются. Ну, так удобнее просто. Вот. И у нас есть пять разных фотографий. Ну, в моем случае это в стиле Max Payne. В вашем случае, если просто вы делаете фотокомикс, либо просто видео какое-то в стиле комикса, то в независимости от, естественно, какие фотографии там будут. Вот. В моем случае это то, что вот я раньше делал. Нажимаем Ctrl-A и Ctrl-C, Copy. Вот. И затем вставляем сюда на наш футажик. Вот. Нажимаем Ctrl-T, Transform. Все, в принципе, зависит от вашей фантазии. Если хотите, там, они будут выглядеть, как вам удобно. Ну, в моем случае это будет, допустим, вот здесь. Вот так, да. Вставили. Затем следующий кадр. Допустим, вот такой. Здесь мы выделяем, допустим, вот какую-нибудь такую вот область. Ctrl-C. И вставляем на наш футажик. Ctrl-V. Нажимаем Ctrl-T. И вставляем куда-нибудь вот сюда. Ну, конечно, нам нужно границы оставить, чтобы он выглядел как бы как комикс, как переход кадра от одного к другому. Потом выделяем следующий. Здесь также, допустим, все это делается инструментом выделения. Вот, допустим, вот так вот мы выделили. Нажали Ctrl-C. И Ctrl-V вставляем. Ctrl-T. Трансформируемый. Но все делается по аналоге, поэтому через определенное время Delta-T у вас должно получиться примерно вот так. Так, теперь включаем наши поля. Вот, теперь мы видим то, что более-менее похож на комикс. Вот, ну, конечно, похож на комикс, но не мой, потому что нет никаких подписей и всего остального. Вот, создадим подписи и будем создавать, готовить наши кадры для видеокомикса. Для этого нам надо подготовить первый кадр. Он будет выглядеть вот так. То есть появление первого кадра мы это дело сохраняем. Нажимаем File, Save As. Допустим, JPEG, чтобы удобнее было работать. Сохранить. Вот, теперь создаем здесь подпись. Для того, чтобы сделать нам подпись попроще, мы создаем новый слой. Это между вот этими двумя ключевыми кадрами. Это смотрите аккуратно. Создаем новый слой. На этом новом слое мы выделяем подпись. Где-нибудь вот такой вот у нас будет здесь подпись. Выделяем инструмент заливки, заливаем это место. Затем выбираем инструмент текста и пишем на этом месте какой-нибудь текст. NickStudio Edition. Edition. Вот, NickStudio Edition пишем, допустим. Нажимаем ОК. И объединяем эти два текста. То есть, Ctrl выделяем и нажимаем Ctrl-E. Теперь нам надо этот текст обвести. То есть, Edit нажимаем, потом Stroke. И где-то два писеля строка у нас достаточно, чтобы его выделить. Вот. Потом сохраняем также. Save As. Нажимаем второй кадр. Выбираем формат JPEG. Сохранить. Выбираем также максимум ОК. Ну, все здесь делается по аналогии. Так что, в принципе, здесь никаких изменений не будет. Также включайте постепенно. Добавляйте свои надписи. Создаете новый слой. Выделяете. Если хотите, чтобы что-то кто-то говорил, там, допустим, выделяем, допустим, Ellipse. Выделяем, я помню, кружочек. Потом находим инструмент LASSO. Зажимаем кнопку Shift. И делаем вот такую вот примерно полукорявую подпись, как бы облачко. И заливаем. Выделяем. Ну, и все так же, по аналогии, все сохраняем. Получается примерно вот так вот. И у нас есть 10 кадров, которые мы поочередно сохранили. Они нам пригодятся для того, чтобы сделать видеокомикс. С вами был я, админсайт Anik Studio Edition. Заходим, смотрим, обучаемся. Всем пока.